Притча. Лягушки и пруд. Собрались несколько лягушек и разговорились. Как жаль, что мы живем в таком маленьком болоте. Вот бы добраться до соседнего болота. Там значительно лучше, проквакала одна лягушка. А я слышала, что в горах есть отличное место. Там чистый большой пруд, свежий воздух. И нет этих хулиганов-мальчишек, мечтательно проквакала вторая лягушка. А вам-то что с этого? Огрызнулась большая жаба. Все равно вам туда никогда не добраться. Почему не добраться? Мы, лягушки, можем все. Правда, друзья? Сказала лягушка-мечтатель и добавила. Давайте докажем этой вредной жабе, что мы сможем перебраться в горы. Давайте, давайте, переберемся в большой чистый пруд. Заквакали все лягушки на разные голоса. Так они все стали собираться в дорогу. А старая жаба рассказала всем жителям болота о глупой затее лягушек. И вот, когда лягушки двинулись в путь, все, кто остался в болоте, в один голос закричали. Куда вы, лягушки? Это же невозможно. Вы не дойдете до пруда. Уж лучше сидеть в своем болоте. Но лягушки не послушали и двинулись в путь. Несколько дней они шли. Многие выбивались из последних сил и отказывались от своей цели. Они поворачивали обратно в родное болото. Все, кого встречали лягушки на своем нелегком пути, отговаривали их от этой безумной затеи. И так их компания становилась все меньше и меньше и меньше. И только одна лягушка не свернула с пути. Она не вернулась обратно в болото, а дошла таки до чистого, красивого пруда и поселилась в нем. Почему же именно она сумела дойти до цели? Может, она была сильнее других? Как потом оказалось, эта лягушка не была сильнее и настойчивее других. Просто она была глухая. Да-да. А она не слышала, что этого невозможно сделать. И это все невозможно. Не слышала, как ее отговаривали. И поэтому она легко добралась до своей цели. Так что не только слова окружающих могут стать барьерами на пути к целям, особенно финансовым. Гораздо большее влияние оказывают наши внутренние установки и убеждения. Именно они влияют на наши решения, выборы и действия. А с вами была Юлия Ажукова. А с вами была Юлия Ажукова.